Продолжение следует... Действительно, к классу наших эмоций относятся и настроение, вот оно, плохое настроение, чувство, чувство тревоги, иногда беспричинное, какие-то аффекты, страсти или стрессы. И все это взаимосвязано. И вот так сильно влияет на наше психологическое состояние. А отсюда и на качество нашей жизни. Ведь наши эмоции включены во все наши психологические процессы и переживания. И любые проявления нашей активности сопровождаются эмоциональными волнениями. Но мы куда-то стремимся пойти, и отсюда вот волнение. Любое наше взаимоотношение с другими людьми вызывает у нас волнение. Вот что же такое эмоции? Эмоции – это от латинского слова «возбуждать», «волновать». Это то состояние человека, которое связано с оценкой нашей личной значимости на какие-то объекты, на других людей. Вот сложно так вот просто описать нашу эмоциональную жизнь, вот в полном ее объеме. Потому что эмоции окрашивают все наши психологические процессы, всю нашу жизнедеятельность. Они являются каким-то внутренним регулятором внутренних наших состояний и нашей внешней жизни. Ведь без эмоций человек не живет. И вот эти эмоции, которые он испытывает, помогают ему в жизни или разрушают его качество жизни. А часто люди говорят, я хочу, чтобы у меня не хватали эмоций. Эмоции окрашивают все наши психологические проблемы, всю нашу жизнедеятельность. Они являются регулятором и внутренней нашей жизни, внутреннего нашего мира, и внешних взаимоотношений с другими людьми. И вот насколько наши эмоции помогают в жизни – это все довольно индивидуально. А часто наши внутренние переживания губят наше качество жизни. И вот мы с вами, давайте заниматься этими внутренними переживаниями эмоциональными, внешним выражением эмоциональным на людей, на взаимоотношениях. Ведь представьте, если вы идете на какое-то свидание или на собеседование, ваши же эмоции вас захватывают. А они могут захватить до такой степени, как говорится, за красную черту, и все. И вы уже как бы неадекватны. У вас проявляются симптомы. Мы поговорим о взаимосвязи эмоций и симптомов. И вот я вам рекомендую. Рекомендую заняться своими эмоциональными состояниями. Умением владеть эмоциями. Владеть – это не значит сдерживать или от них избавляться. Это уметь создавать эмоции. Вы посмотрите в любом ролике «Я эмоционален». И ведь важно не столько, что я сказал, а сколько я это как сказал, как эмоционально преподал. И вот давайте-ка подумаем, как научиться этим эмоциональным выражениям и создавать эти эмоции в то время, которое нужно перед кем-то – одну эмоцию, перед другим – другую эмоцию. И поймите, это не сдерживание. Это как артист, который играет в жизни. Вот этим-то мы с вами займемся в наших тренингах. Тренингах умения владеть эмоциями, создавать эмоциями, быть артистом собственной жизни. И, как говорится, написать сценарий своей судьбы и быть за главным героем. Вот для этого я и приглашаю вас на тренинги в Сочи. Когда мы вживую поиграем. Когда мы вживую насладимся этими ощущениями и умением создавать. Создавать себя, создавать свою жизнь, создавать свой сценарий в этой жизни. И играть, играть, играть. Весь мир – театр, и люди в нем – актеры. Так сказал наш великий Вильям Шекспир. А мы чем хуже этих артистов. Так что, друзья мои, я приглашаю вас на весенние тренинги в город Сочи. Вам это нужно. Вам это пригодится. Потому что это некоторых избавит от какой-то стеснительности. Других нацелит на успех, а третьих изменит внутренний мир. Когда мы разрушим вот этих фантомов, эти страхи. И ваше здоровье будет крепким, ну, таким же, как у меня. Так что, друзья мои, приезжайте. Я вас жду. Продолжение следует...